Помните, Мэй говорили о том, что движение всегда направлено от объектов отрицательных к объектам положительным? Почему же сейчас, в момент времени t1, субъект движется в направлении отрицательного a? Да потому что в момент времени t2 он окажется рядом с положительным c. Любое произвольное движение целенаправлено. Цель всегда принадлежит будущему. Результативность целенаправленных движений однозначно указывает на то, что внутри субъекта сознания, наряду с моделями настоящего и недавнего прошлого, присутствует довольно точная модель будущего. Например, один мальчик сильным ударом направляет мяч высоко вверх, другой пару секунд наблюдает за полетом, бросается в сторону, резко останавливается и ловит мяч руками. То есть, актуально воспринимая взмывающий вверх мяч, мальчик знает, что через несколько секунд тот упадет на землю. Ребенок никогда не слышал о законе всемирного тяготения, но этот закон четко прописан в его личном нейронном архиве взаимодействия со средой. Это то общее, что есть в каждом из сотен бросков, которые он когда-либо совершал или видел. Это отражено в нейронном описании любого из них. Чтобы понять, каким образом в сознании формируется представление о дальнейшем развитии того или иного актуально воспринимаемого события, условимся, что участки нейронной записи взаимодействия со средой, подобные этому фрагменту со стрелой, называются динамическими или процессуальными энграммами. Не только движение, но вообще любой длящийся во времени процесс сохраняется в памяти в виде последовательности нейронных отпечатков, то есть в виде динамической или процессуальной энграммы. Например, мелодия. Услышав всего несколько звуков, мы знаем, каким будет продолжение, то есть предвидим будущее. Посмотрим, как это происходит. Итак, в памяти хранится динамическая энграмма песни. Когда мы слышим первые звуки мелодии, их нейронные отпечатки, соединенные в оперативной памяти в единый информационный блок, посылают импульсы в архив и находят фрагмент с такой же последовательностью нейронных рисунков. При этом активируются не только эти совпадающие отпечатки, но вся динамическая энграмма, в состав которой они входят. В результате, в момент времени Т1, содержанием нашего сознания являются актуально воспринимаемый фрагмент мелодии, только что воспринятые фрагменты и те, что будут восприняты. Та же история с ребенком. Воспринятая им восходящая часть траектории полета меча активирует соответствующие динамические энграммы, в которых прописано примерное продолжение траектории. В отличие от реального будущего, его субъективные модели, построенные на основе прошлого опыта, вероятностны. Например, мы уверены, что мяч упадет на Землю потому, что все фрагменты нашей записи взаимодействия со средой, описывающие полеты разных мячей в самых разных ситуациях, завершались их падением на Землю. Все 100%. Таким образом, в нашей субъективной модели будущего вероятность того, что этот летящий вверх мяч через несколько секунд упадет на Землю, равна единице. Мы не можем знать точно, но полагаем, что мальчуган в очередной раз поймает мяч, поскольку из 10 совершенных на наших глазах попыток, 8 были успешными. То есть, из двух типов динамических энграмм с идентичной начальной частью, для моделирования будущего автоматически выбирается та, что встречается чаще. Таким образом, в большинстве случаев, возникающие в нашем сознании модели будущего, статистически обоснованы. Продолжение следует...